А эту и другие игры вы можете купить в магазине игр AlexStore. Ссылка в описании. Всем привет, народ! С вами AlexFresh. Мы продолжаем играть в Евротрак Симулятор 2 и бороздить просторы Европы. Итак, у нас сегодня продолжение того же самого, что было в прошлой серии. Поедем без карты. Только сейчас будем даже километражный чек. Единственное, что в начале, когда отспавнимся, мы там, если у нас будет эта карта, проклацаем, всё повыключаем. Ну, как обычно. Собственно, откуда мы едем? Смотрите, заказ у нас из города Грац, но мы где-то выше начинаем. И в город Копер. Это, судя по карте, чёрт его знает. Ну, приблизить нельзя. Но Словения получается, да? Выходит Словения. Вот. И наша цель какая? То есть добраться до города Грац, сквозняком проехать в сторону Морибора, потом Любляна. И тут как-то Риека, Копер. Короче, Копер это конечная точка. Я Копер на всякий случай постараюсь запомнить, чтобы мы его не пропустили, потому что, блин, если мы забудем, мы же не приедем никогда в жизни. Вот, и едем на таком дафе. Куриное мясо везём, 17 тонн, Грац, Копер. Поехали, за работа. За работа, я не помню, кстати, какую кнопку я назначал на отключение этого GPS-а. Наверное, придётся искать. Ну, что-то я простое ставил, но я не помню, что. А, пейчап, пейчдаун, по-моему. Да, нет. Так, ну, как минимум, карта есть. Как минимум, карта есть. Сейчас, на всякий случай, вот сюда переключаюсь. F3 вырубаю, вот так вот. 503 км у нас. GPS, как видите, я вырубил. Всё. Всё, всё. Так, мы выезжаем из города Грац в город Копер. Если я всё правильно помню, так. Ближний включаем. И что? Поехали, наверное, потихоньку. Но, как я помню, мы начинали где-то за городом, да, выходит чуть выше. И, судя по карте. Комбайн дубасит. Без жатки. Судя по карте, нам, получается, нужно двигаться на этот. Ой, подождите, я сейчас ещё раз карту чекну, просто чтобы посмотреть время. Сейчас у нас 14.04. Всё. Просто чтобы по положению солнца ещё хоть немножко пытаться ориентироваться. Так, 14.04, то есть 2 часа дня, ехать нам на юг выходит. Ну, типа. На юг, но немножко правее было, насколько я помню. А что там за дорога? Или это просто по кругу можно сюда же выехать, судя по всему, да? Слушайте, у нас уже весёлое начало, потому что... Новый путь, карта обновлена, нефига... То есть это какие-то скрытые дороги? А там... А, тут дрова. Блин, да там тоже проезд есть. Ё-моё! Смотри, то есть можно направо поехать, можно налево, можно вон туда налево. Да... Так, но там как минимум знаки есть. Поехали туда, где есть знаки. Ну, весёлое начало, я вам скажу. Так, а топливо... А где топливо-то? Народ, мне, если честно, мне непонятен наш уровень топлива. То есть если температуру видно, то и видно. Уровень топлива, ех, хз какой у нас? А, 48% снизу написано. Так, поехали пока что сюда. Тут наверх нельзя. Там за базу нельзя. Так, нам сейчас главное доехать до города Грац. Если я правильно помню, куда мы едем. И получается одна дорога куда-то туда направо уходила. Так, цивилизация. Цивилизация какая-то. Возможно, придётся возвращаться назад. Этого нельзя исключать. Так, ну хорошо, что здесь налево нельзя поехать. Офигеть, куда я нафиг ползу? По дворам, по каким-то. И получается, так как, типа, карта обновлена, то есть этой дороги на карте не было, судя по всему. Это поворот во дворы или... Во двор... Уры! Фига, я ж не зацепил. Надеюсь, нет. Бэха заниженная какая-то. Я хз куда еду? Просто вопрос, куда я поехал и зачем? Ну, в смысле, почему я поехал именно сюда? Ой, текстуры дырявые. Ну, как обычно, в принципе. Здесь в ЕТСе. Просто потому, что здесь есть знаки. И всё. То есть там знаков никаких не видно было. Здесь я увидел знаки, поэтому я почему-то решил, что здесь будет у нас какая-никакая цивилизация. Как бы. Блин, ну ехать далеко. Ехать далеко. Асфальт налево. Направо грунтовка. Возможно. Блин. Ну, я, короче, я еду налево. Но я просто хочу посмотреть, как это выглядит. Оно просто офигеть какое красивое. Смотрите. Можно нормально кататься. Это ж, по идее, та же самая дорога, по которой мы могли сейчас ехать. Если она та же самая, давайте просто я сейчас назад тпкнусь и прокачусь по ней ещё. Ну, сюда же, куда мы сейчас едем. Ну, просто она реально прикольная. По лесу так ехать. Да, это она. Круто. Ну, а другая получается у нас вот сюда. А, тут перекрытая. Я, на самом деле, этих крестиков вот отсюда не видел. Я думал... А где они? А, они, короче, так бочком стоят, их и не видно. Ну, короче, вот наша база. И дорога туда же, оказывается, выходит. То есть, я еду абсолютно правильно. Без комментариев. Да и как бы, ну... Вы сейчас понимаете, что эта фигня сейчас будет у нас иногда вылазить. Но мы в городе Градс подремонтируемся. Или как он там называется у нас. Который мы первые должны проехать. Просто я хотел тут проехать. Я ещё не знал. Она как-то бага, она отспавнилась. Видимо, попал на крестики. Вот снова дыры в текстурах. Почему разрабы делают так говняно? Почему такие дыры в текстурах? Я просто хочу проехаться по этому лесу. Типа, ну так как он сюда же ведёт, можно ещё раз проехать маршрут. Просто другой дорожкой. Просто интересно так. Потому что я тут ни разу не был. Я думаю, что многие из вас, наверное, тоже не были. Поэтому, наверное, вам будет интересно покататься здесь. Блин, ну крутяк. Просто крутяк. По лесу. Дубасим. Тут вырубка леса какая-то ещё. Светло так. Да, смотрите как. Если в прошлый раз меня прям топографический кретинизм подвёл, то сейчас пока что он работает правильно. Потому что мы выехали чётко туда, куда и должны были выехать. Единственное, что по времени 2 часа дня это сколько? Ну, в теории, да, мы как раз на юг и двигаемся сейчас. То есть солнце справа от нас. Хотя, наверное, не полностью справа должно быть. Блин, дорожка короткая. Чё-то я вот пока и летел, она оказалась длиннее. Ну, ладно. Так, короче, нам нужно будет обязательно заехать в город Грац. То есть сквозняком его не проезжать. Нужно будет по-любому заехать, чтобы подремонтироваться. Потому что, если мы не подремонтируемся, машина будет глохнуть. И, соответственно, у нас периодически будет вылазить вот эта фигня. Может, она даже карту нам откроет, покажет. Но, от минимума, мы будем видеть километража, что, собственно, это уже будет нам давать огромную подсказку. Так. Лиабен или Святой Михаэль. Едем к Святому Михаилу. Пожалуй. Тут даже остановочка есть, неплохо. Капец. Ну, пока что дорога у нас одна. Как бы там было раздвоение, но выходит так, что если бы я поехал даже сразу через лес, выходит, я бы выехал тоже правильно. Ну, просто лес такое, как бы, ТХЗ, куда он будет везти. Ну, коротенький маршрутик. Я думал, на самом деле, что он будет сквозной. И, типа, знаете, вот между какими-то двумя вот такими вот трассами будет соединяться, чтобы, ну, как раз, типа, вот как срез, там, еще что-то. А так просто какая-то проселочная дорога сделана для базы. Ну, такое. Странно, на самом деле. Было бы круто, если бы было реализовано, как в дальнобойщиках. Но там это реально круто. Так туда нельзя. Ну, а хлебалом, кстати, побольше крутить, чтобы вдруг не проехать. Ну, кстати, это еще не город. Хотя там по карте. Ехать до города... Блин, народ. Давайте, пока мы не доехали, я сейчас открою эту фигню на F8. Где она там есть? Еврогудис. Все, Еврогудис я запомнил. Я просто почему-то я не посмотрел, на какую базу нам нужно ехать. Я реально не посмотрел, на какую базу нам нужно ехать. Так, заправка. Но 43%. Да там в городе где-то заправимся, когда найдем источку. Если, конечно, там, кстати, будет. Никто не говорит, что она там есть. Я просто почему-то так решил, что она есть. Неизвестно, есть она там или нет. Так, у нас первая проблема. А, ну, хотя, учитывая, что здесь одностороннее движение, наверное, это проблемой не является. О, я там что-то вижу. Вена. Вена и... Что-то еще. Я не понимаю, что там под Веной написано. Но сверху точно Вена написано. По-моему. Я могу ошибаться. Вот там, на том знаке, на дальнем, сверху точно Вена. То есть мы могли сейчас по трассе ехать. По платке, небось, да? А мы сейчас едем по... ...всяким местным дорогам. Слушайте, красиво здесь. У меня такое ощущение, что мы здесь ни разу не катались. О, указатель какой-то. Нужно рассмотреть его. Блин, нужно было игру в 4К воткнуть, чтобы можно было нормальные знаки просматривать. А то с такого расстояния, а там просто у меня сейчас мыло на экране. Просто нечитабельно. Гра... Грац... ...направо А9. А в зеленом я не знаю, что там написано. В синеньком А9 написано. Стрелка направо АГрац. Так, нам в сторону Граца нужно ехать. Ну, вот минимум нужна СТОшка. Так, Святой Михаил. Святой Михаил приехали. Направо нельзя, отлично. Меня это даже радует. Центром, понятно. Так, город Грац. Пока что все отлично. Трабох. Да, А9. Грац, Сальцбург. А этот... Вена... Овен аж было в другую сторону. Ну, ладно. А может, там выезд где-то будет? Йоденбург. Блин, тут еще на их языке. Непонятно, что написано. За мной там, наверное, толпа? А, никого нет. Мы просто выехали из сракис какой-то. Ой, нифига, смотрите, какая полоса. Вы видите? Зацените полосу. Вон с горы просто ровная полоска идет. Прямо. Что это такое? Эм... Прикол. Это просто отсюда выглядит, как, знаете, будто там трубы какие-то спускаются или что там. Причем других соседних моментов таких не видно. Хотя там, когда мы сейчас подлетели, они были. Так, что там по топливу? 40%... Нифига оно жрет. Сколько у него бак? Литров 50? Так, город Грац, Грац, Грац. По кольцу... Ну, понятное дело, особо ехать некуда по кольцу. Блин, красиво. Аккуратненько все. Браться направо. Кто-то там стоит уже. Я ж надеюсь, мы еще не по городу едем. Биомаркет. Как этот биомаркер, только биомаркет. Автомоечка. Склады какие-то. Так, Святой Михаил выехали из города. Что-то я думал, что мы до этого выехали. А, там, кстати, реально был же знак. Так, Грац, Сальцбург, А9 налево. Ой, я не смотрел, что там справа сиделось. А, наверное, мы заглохли. Вена, Леобен налево. Клагенфурд и Йоденбург какой-то. Короче, нам нужно на А9. Трасса А9. Хотя мы название... Ой, как ее? Номер трассы. Только на знаках увидим. Короче, нам налево. Пока что. Пока что нам налево. И на самом деле, знаете, наверное, нужно было на заправку заехать, потому что что-то топливо улетает. А, так оно может улетать из-за урона. Мы же там нормально стукнулись. Так, короче, нам налево. Ну... А, ну направо и так крестики. Но все равно лучше смотреть, чтобы потом не натупить. Во, еще один указатель. Там, стоп, чтобы не поехали по встречке. Так. Что там? Маут-Пиаге. Что это значит? Там типа платная дорога или что там? Или граница у нас там какая-то? Хотя мы... Да не, мы же в этой стороне начали, по-моему. Так, направо было, да? Ну как понять, где направо? Потому что у нас на оборот сейчас... Три дороги в одну скрестились. Капец, я маршрут, конечно, выбрал. Так, а база... А, вот, точно. Кстати, я же с такой думал, блин, а какая же база? Помните, мы смотрели на противозаправке. У нас как раз трейлер подходит. Название правильное. Так, Грасс. А, ладно, на том остановлюсь, посмотрю. Эй. Не едет нифига. Получается, Грасс направо. Другие города, это, возможно, вообще в другую сторону. А у нас какие там были? Я, если честно, особо я не помню, какие у нас были, но... ХЗ. Я надеюсь, мы найдем. Так, а время, кстати, сколько сейчас время? Ну, я думаю, минимум час прошел. Если у нас будет часов 15... Кстати, сколько у меня сейчас время? Я сейчас посмотрю время у себя. Так, у меня сейчас время... О, у меня сейчас почти 12... Ой, 14.00. И солнце светит. Сорян. Я въехал, потому что в окно начал смотреть, откуда солнце светит. Ага. Чуть под углом светит. Так, у нас там не было никаких еще указателей. Короче, сейчас разберемся. Сейчас разберемся. Тут, конечно, гораздо сложнее. Гораздо сложнее. Стоп. Что за стоп горит у нас? Тормоза закончились, что ли? 36% топлива. Так, ага, платочка, значит. Типас есть или нет типаса? Не понятно. Размазня просто. Еще тень падает. Вон, справа, походу, да, Типас? Или нет? Черт его знает. Поехали справа. О, отлично. Вообще нифига не прикрыто. Крутяк, слушай. Офигеть. Вот, смотрите, высветилось. У нас пол тачки убито. Пол машины просто уничтожено. Офигеть. 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 Это тот город, из которого, типа, у нас груз. Ну, хотя мы-то сверху на базе были. Но, блин. Офигеть расстояние. Если осталось 62, с учетом, сколько мы еще проехали, а было 500. То есть, от города Грасс... Грасс. Грасс. У нас будет до города, как он там был, Копер? Копер. Километров 400 останется, наверное. Я думаю, километров 400 реально останется. Хм. Много? Ну, ничего. Уровень поднимем, будем дубасить на 1000 км, наверное. Что там справа красивого? Река. Так. Мы не спешим пока что. Ого. Вест, норд... Андриц. Андриц, я не знаю, что это такое. Нордвест. Я понятия не имею, в какую мне часть нужно, потому что я понятия не имею, есть ли там СТОшка. Но нам, как минимум... А, кстати, я не знаю, там сейчас расстояние светилось у нас или нет. Скорость светилась. Время светилось текущее. Короче, нам нужна заправка, потому что топливо улетает. Что-то, мне кажется, нам не хватит до конца поездки. Поэтому заправка нужна. И нам нужен ремонт. Просто, чтобы у нас табличка не светилась и... Не подсказывала нам, если вдруг там сеется километраж. Потому что этим восстановлением брузовика там в кустах, я, конечно, все испортил. Так, ну, смотрите, градс норд прямо. Градкорм или... Как его зовут? Типа направо. А куда я попаду оттуда? Ну-ка, оранжевый. Давай. Ты сейчас справа выйдешь или нет? Покажи мне. Я его не вижу. А, он едет. Так, направо. И чисто теоретически. Ага, то есть туда нельзя налево. То есть, может, только направо. Сюда направо что у нас? Но, блин, вон там указателей много. Указателей там много. Реально много указателей. Ехать можно там вон и налево, и прямо. Так, давайте пока что мы это не чекаем. Вон база еще. Штейн что-то там. Так. Норд направо, вест прямо. Морибор. Кстати, Морибор, это ж мы что даже должны в ту сторону ехать, по-моему. Название знакомое. А как нам отсюда выехать потом? Я же смогу? Блин, зараза. А, кстати, так смотри, оно не высвечивает там расстояние. Все норм. Грасс Норд. Блин, ну учитывая, что он большой, мне кажется, это может быть проблемой для меня. Что по топливу? 31%. Нет, давайте, наверное, не будем заезжать. Тут три просто въезда в город. Мы сейчас как начнем тут петлять. Плюс, вот я сейчас посмотрел, то что у нас в данный момент высвечивается повреждение. Там километраж, я сейчас вот смотрел, я не увидел, чтобы он светился. То есть получается так, что нам это подсказкой уведомления о ремонте никак не работает. Он просто высвечивается и все. Поэтому Морибор, по-моему, прямо аж было, да? Едем в ту сторону. Там уже будем отталкиваться. Может, в него заедем. ХЗ. Я, кстати, даже не знаю, мы с Квозняком будем проезжать или рядом. По-моему, по карте он был... Я был в Градс, потом Морибор. Морибор, по-моему, был типа вот... Дорога чуть-чуть ниже проходит под ним. Горизонтально было. А город, по-моему, был выше него. То есть он у нас, по идее, если мы будем ехать по трассе правильно, город у нас по итогу будет с правой стороны. Наверное. Так. Да в смысле? А где Морибор? Морибор. Знаете, в чем моя проблема? В том, что мы видели этот знак Морибор. Но. Но. Я не посмотрел номер трассы. Обязательно в этих случаях нужно смотреть номер трассы. Думал, сейчас может слетать обратно, но потом думаю, это будет читерство. Лететь обратно, поэтому... Вон большие знаки стоят. Сейчас чекнем. Морибор, надеюсь, там будет. По-моему, есть. Да. Вонграсс еще раз. Так. А кто из них Морибор? Ну, вот типа Е9 я вижу, а Е57, Е59. Но в теории Е57, да? Потому что типа он первый в списке, и Е57 тоже первый в списке. Так. Что по топливу? 28%. Там, по-моему, карта моргнула, да, на секунду или не, или мне показалось. Наверное, проглючила меня. Так. Морибор прямо. Е57, а также А9, да? 397, я понятнее имею, что это такое. Морибор А9. Ну, база какая-то. Заводики, кого-то тормознули со стеклами. Так, на съезд мне не нужно. О, слушайте, ну автосалон Вольво нужно посетить. Там СТОшка может оказаться. Поехали в Вольво, заедем. Там все равно он, я вижу, по развязке выезд нормальный есть. На Вольво можно заскочить. Вон еще гараж там какой-то. Так что, может быть, сейчас у нас будет ремонт. Может быть. Морибор туда. О, бензин направо. На обратном пути сейчас заеду за бензином. Так, а как нам попасть на Вольво или как там было? Хотя, это не точно, что там сейчас будет ремонт. Просто иногда же бывают ИСТОшки. В автосалонах здесь. Поэтому я рассчитываю на то, что вдруг... А-а, нету. Вольвики продают, но нету. Гараж не то. Блин. Но с ремонтом мы обосрались. Сейчас тут развернусь на базе на этой. И поедем в сторону заправки, а потом в сторону Морибора. Еще темнеть начинает. Прикиньте, что раз таки на заправку подъезжаем. Там ремонт рядышком. Я офигею. Так, ну там дальше ничего подобного. Связанного с ремонтом я не вижу. Короче, здесь ремонта конкретно в этом участке нет. Может, в других частях города и есть, потому что город как бы большой. Но в нашем случае нифига. Блин, ну ремонт нужен, потому что мы еле ползем. Топливо расходуется быстро. Машина нифига не едет. Фары хоть светят, но дальний включить. Бензин прямо. Где там бензин наш? У меня главное нет. ХЗ. Так, бензин направо показывает. Угу. Вижу бензин. Поехали. Офигеть, тут очередь просто какая-то нереальная. Почему нет СТОшки здесь? Скажите мне. Я бы прямо сейчас залетел бы на СТОшку. Может там? Ох, нифига. Вот это фортануло. Офигеть. Просто вот, ну, нам пойти лотерейный билет купить. Офигеть. Слушай, ну это очень жирно. Ремонтик. Так, все, нам главное теперь грузовик не побить. Сервис. А что нам нужно? Заменить все можно или... Все? Все. Ну, капитальный. Типа, что-то... Короче, я проверять не буду, но мне крайне интересно, типа, чем отличается то, что я до этого сделал. И второе, типа, я вместе с прицепом отремонтировал или нет? Потому что я помню, что арендованные тачки можно ремонтировать. Вот прицепы никогда нельзя было ремонтировать. Может, прицеп мы отремонтировали как-то? Хотя там отдельно прицепа не было в списке, но... За что-то же 230 кусков еще сверху взяли после сотки. То есть, как бы грузовик и так, но на сотку тянет по стоимости. Так. Кстати, вот тоже расстояние не видно. А прицеп тут не светится. Это надо в другую менюшку заходить, значит. Все, баг полный, можно ехать. Но она сейчас сама пропадет. Должна, по крайней мере. Да, сама пропала. Так. Что там? Успеем. Простите, извините. Так, мне налево. Ой, по-моему, ДТПшка. А, нет. Тесла просто тронулась и тормознула резко. Резко. Нет. Спасибо. Спасибо, Скания. Думал, сейчас бочину мне снесет, и только после ремонта. Так. Нам направо, в сторону этого Морибор, не Морибор, как его там зовут. Но у нас там сколько городов было по пути? У нас было как минимум два города было по пути. И один был еще вот такой, знаете, типа, что вот мы прям перед ним куда-то по карте сворачиваем в сторону нашего города. То есть они там рядышком. С виду будто километров 10 между ними, может 20. Главное, что баг полный. Медленно он объезжает меня, поэтому я подрежу. Блин, крутяк здесь. Смотрите, что-то растет прямо на этих заборах. Чтоб пылюка всякая не летела. Круто, красиво. Так, по-моему, у нас платочка очередная. Словакия. А, это граница. Границу пересекаем. Границу, кстати, мы должны пересекать. То есть тут выходит все норм. Кстати, интересно, а груз, насколько дохлый у меня. А что он направо поехал? Мне тоже направо нужно было, да, или нет? Ну, норм, наверное. Да. Налево не едь. Спасибо. Так, ну, пока сворачивать никуда нельзя. Я буду просто дубасить в пол. А там разберемся. Города нужно искать какие-то знакомые названия, которые были по пути у нас. Заправка снова. Вот, и по ним ориентироваться. Потому что в города нам прям заезжать не нужно. Последний город, насколько я помню, Копер. Вот, а другие нужно... Сейчас надо останется почитать. Мурская суббот. Мурская суббота. Лендава. Будапешт. Будемпеста. Загреб. Загреб почему-то знакомое название. Будапешт точно у нас не было там. Любляна, Морибор. Любляна, может, и была. Вот или Загреб, или Любляна была. И Морибор, соответственно, в ту сторону, правда, 150 метров. Короче, нам по левой стороне нужно дубасить. Ты куда ты нафиг? Ты чё творишь? Под фуру лезет. HR, MB, LJ. Так, Любляна, Морибор, Загреб. Едем пока что сюда. Кстати, по времени у нас... Блин, мы когда заправлялись, даже не посмотрел на время. А в салоне, может, есть время? А, в салоне есть 20.35. Ёпты. Нифига, время летит. А закат... То есть мы сейчас едем на... На восток. Если вот так вот заход у нас сейчас 20.39, мы едем примерно на восток. А направо от нас получается этот юг. То есть вот сейчас мы поворачиваем на юг. Примерно. То есть нам должно в бочину светить. Вот как сейчас. То есть вот так вот мы едем на юг. Где-то вообще уже другие названия. Я пока что еду прямо. Я не знаю, куда мне ехать. Какие-то съезды непонятные. Может, название съездов. Так, Любляна, Загреб. Загреб, аэродром. Но еще правее вряд ли. Еще правее вряд ли. Давайте попробуем прямо. Загреб. Хотя, смотри, дорога направо и налево пошла. И жестко, походу, уходит налево. Может, там, конечно, какие-то развилки за деревьями есть. А мы, получается, тоже немножко левее. Но не настолько сильно. Но у нас уже все. Солнца нет. То есть по солнцу мы уже не можем определить, где юг, где что. Но в теории мы в сторону юга куда-то двигаемся. И то есть сейчас бы мы ушли налево снова. В сторону Загреба. А это был бы снова этот, восток. То есть восток не подходит. Но там тоже у нас было, типа, знаете, как юго-запад немножко был. То есть не прям юг, а юго-запад. Но сейчас мы едем просто по темноте, поэтому... На восходе только сможем узнать, куда мы нафиг премся. Светофор непонятно зачем. Странная тема, короче, у нас несется. Ну, знать бы еще сколько осталось ехать. Потому что едем просто вообще непонятно куда. Офигеть, мост высокий. Куча дорог снизу. Домики стоят. Смотрите, там на этих, на квадриках гоняют. Ой, не на квадриках, а как они называются? Которые с крышей сверху. Я забыл название. Так, ну пока что съездов нет. И мы, типа, в сторону Любляны едем. Получается, Загреб у нас не в ту сторону был. А Морибор сам по себе куда-то делся. То есть, в теории, где-то мы должны были его проезжать. Может, он справа где-то у нас там был. Но я не видел съезда на Морибор. Хотя светилось 150 метров. Морибор, типа. Где там съезд был ЭХЗ? Может, он направо действительно был? Там, где названия непонятные были. В сторону Морибора съезд. Если это было в сторону Морибора, то все четенько. То есть, едем вроде правильно, наверное. Так, вон еще указатели какие-то. Я притормаживаю. Сейчас будем смотреть. Копер. Копер прямо. Офигеть. Это ж наш город. А Любляна, видите, направо. И в то же время Загреб тоже прямо. Так, подожди, а что из них нового места? Четыре названия, две трассы. А один Е57. А Е57 это у нас была Морибор трасса. А Любляна, получается, вот север написано. Копер. Прямо. Короче, прямо. Подожди, какой там номер еще раз. Никого сзади нет? Два метра отъеду. А1 Е57. Понятно. Поехали. Значит, нам ехать прямо. Так, ну хорошо. Хоть мы сейчас не свернули в сторону Любляны, потому что она как бы направо уходит. И налево, да, походу? Или направо там есть проезд? Не, направо прямо что-то есть. И крестиков не видно, хотя с такого расстояния могут просто не отрисоваться, поэтому непонятно. Но город в теории должен быть. Ну, копер, прям уже хорошо. Вижу надпись. Это ж по-любому, он на зеленом фоне горит у нас. Второй сверху. Да. Видимо, такой ощутимый город по размеру. Возможно, 1 трасса. Дождик начался. Замечательно. Дворнички врубаем. Что, не работают? Или они автоматические? А, автоматические, наверное. Короче, я нажал дворники, сейчас посмотрим. Да, работают. Так, ну, А1 и Е57. Приоритетно А1, я думаю, трасса. Еще базу нужно будет нашу Евро Акрес найти. Копер направо или... Направо и налево? Что там было? Направо и налево? А, Копер... Копер вот. Окей. Риека какая-то еще. Может, это Риека тот город, который рядышком был по карте? Так, ну Копер выходит сюда. Окей. Посреди ночи. Просто дубасим. Непонятно куда, непонятно где. Так, что-то есть. Что там такое нафиг? Что это? Любляна. Да сколько ее можно? Блин, на нее поворотов штук 40 уже. На Любляну, на эту. Я так понимаю, что мне прямо, потому что Любляна мне не нужна. Копер наш финиш, поэтому едем прямо. Хотя трасса... Блин, я даже номер трассы не посмотрел. Извоз. Экзит. Я даже не посмотрел номер трассы, как обычно. У нас же там номер трассы поменялся. Вон еще какие-то указатели там. Блин. Неизвестно. Просто неизвестно. Тут прям будто город какой-то справа. Куча крестиков, дороги. Тут какие-то вон площадки огромные. Так, надеюсь, тут будет копер написано. Вон справа, да? Копер направо. А один Е61... Блин, снова вот три названия. Че они напротив названия города трассы не пишут? Было бы гораздо понятней. Так, ну пока что знаков никаких нет. Можно из салона прокатиться. Так. Так, что-то есть. Что-то у нас есть. Просто стоянка, судя по всему. Кстати, главное, чтобы у нас полноценный был съезд в город. Чтобы прям написано было, что вот туда копер. Потому что, как было с Морибором, он просто где-то был и исчез. И куда по итогу поворот был, неизвестно. Наш клиент ожидает, как можно быстрейшего прибытия своего заказа. Поспешите. Говорят нам. Я уже деваю, заживем. Потому что в игре ночи так. Мы хоть копер не проехали, а то что-то мы едем, 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 едем. Везде пустота. Риека это тоже уже была несколько раз. Е-61. Быстрийцы. А где этот, блин, долбанный копер? Куда вот он делся теперь? Может мы его нафиг проехали? Может мы его реально проехали? Был копер и исчез копер. Хотя, не, ну подожди. Вот там был съезд направо, мы съехали. Дальше по главной ехали. Нигде никаких указателей не было. Да и съездов, по-моему, не было никаких. Главное, чтобы сейчас копер не оказался направо куда-то. Потому что справа в списке его нет. А, ну по факту, смотрите, дорога-то налево уходит. То есть не направо. У нас какой-то город, вот учитывая как мы будем ехать, мы должны в сторону копера типа правее держаться. Какой-то будет слева, может. Сейчас мы слева проезжаем и справа сейчас прямо резко копер начнется. И копер в теории там чуть ли не тупик должен быть, да, наверное. И мы должны видеть там море какое-то. У нас же там через воду Италия. Правда мы отсюда не увидим, но все равно. А, ну хотя что не увидим, это же игра. Это расстояние не особо большие. Может, увидим. Короче, ну пока что я не знаю, куда я нафиг прусь. Где наш копер? Что по топливу? 79 процентов. 20 процентов уже вытопили. 80 осталось. У меня дебильное подозрение, что мы едем не туда. Потому что просто вот были, на каждом указателе был копер. И просто резко прекратился. Меня вот это смущает. Копер есть. Налево копер. Коподистрия. Короче, звучит странно. Не буду повторять даже. Что там? Коподистрия какая-то. Ужас. Название стрёмное. Блин, еще посреди ночи. Ни черта нигде не видно. Одни звезды где-то... Кстати, звезды вон справа только светят. Там, походу, дождя нет. А здесь все просто черное. И дождь поливает. Слушайте, 500 это наш трип. Это мы уже накатались только. То есть мы сейчас... А у нас было 503. Но, а учитывая, что мы там по лесу два раза прокатились в самом начале, чисто для прикола, то где-то, ну вот, 520, может, должен быть он. Хотя тут и намека на город не вижу. Порт. Что-то еще... Ну, короче, нас принудительно направо, но... Название копер я там не увидел. Это, блин. Засранец. Куда нам тогда? Так, а евро окресс? Может, мы уже в копере в этом? Ну, вот куда нам сейчас двигать? Контейнер, порт. Нужен ли нам порт? А где наша база? Поехали налево, посмотрим базу нашу. Вон, кстати, там какая-то развязочка кольцевая. Простите, извините. Развязочка кольцевая. Посмотрим на нее, может, на указателе что-то написано. Ну, упоминание копер нигде нет. Направо можно куда-то... А, это на разворот назад. Понял. А там... А, ну, то есть, значит, нам сюда не вариант. Назад ехать нам не нужно. То есть, значит, получается нам... Вон, Святой Антон. Получается нам назад и туда, в сторону порта, значит, дорога. Лежит у нас. А, ну, тут есть копер, смотрите, указатель. Капо Дистрия. Копер. Ну, типа, прямо или нет? Оно, знаете, вот... Оно будто направо. Но нам направо сюда нельзя было. Ну, в смысле, вот по трассе. Получается, нельзя. Но он четко показывает направо. А, может, это, типа, индустриальная КП Дистрия какая-то. Ну, значит, прямо. Потому что туда, куда указатель, никак нельзя проехать. Поэтому будем тут искать. Блин. Блуждаем. А тут что? Тут тоже копер туда же показывает. Так, ну, справа крестики. Хорошо. Ну, где-то, то есть, вот мы вокруг него крутимся, вокруг этого города. Ну, где он конкретно, вот, или мы уже по нему едем? Неизвестно. Так, ну, хоть направо, а Копер не показывает. Контейнер-порт. Блин, а мы постоянно, вот, везде контейнер-порт, контейнер-порт. И все. А где же наш этот евро-окрес? Не видно нифига. Вроде базы есть, но нашей не видно. Так, ну, понятно. Короче, я подозреваю, что мы приехали. Единственное, что мы должны найти базу. Ну, там то же самое, наверное. Короче. Давайте сейчас зарулим. Поблуждаем здесь. Найдем нашу базу. Вон, кстати, то порт 100% или нет. Или то стоянка какая-то. Вон, видите, слева. Че там крутится? Вон еще вдалеке что-то есть. Порт направо. Ну, в стороне порта может. О, это наши. Наверное. Но если это правильный город. Если правильный город, то это наши. Потому что, как бы, у нас четкого обозначения, что мы заехали в город, не было. Сейчас проверим. Вон, стовушка даже есть. Еврогудис наш. Хотя флажочки есть. Неужели? Нажмите эту клавишу, чтобы ознакомиться с заданием. Я спешу. С опозданием. Ну и урон. 12% урона. Ну, короче, нифига не заработали. А, не заработали даже. Как-то. Не знаю как, но... 6400. И главное, главное, что мы доехали. Добрались. С горем пополам, но добрались. Ну что, народ. Думаю, что на этом закончим нашу серию. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться на мой канал. Все ссылки будут в описании под роликом. Ну, а с вами был Алекс Фреш. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok